Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня моя любимая рубрика «Слово подписчику». И в гостях у меня уже известная многим из вас Елена Соболь. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Светлана. Большое спасибо вам за очередную инициативу. Мы с вами в прошлый раз обсуждали, как с помощью книг, с помощью иллюстрации у детей формируется образ того, как формируются образы. И сегодня вы предложили мне такую тему, как воспитание воли. Скажу честно, ту книгу, на основе которой вы решили поговорить, это книга Селиванова «Воспитание воли у школьника», я лично не смогла оселить. У меня не хватило силы воли. У меня не хватило силы воли. Скажу честно, поскольку для меня эта книга написана несколько таким сухим, высокопарным формальным языком, от чего вся остальная информация, скажем так, у меня плохо воспринимается. Но мы очень часто говорим о том, что мы должны учиться слышать иное мнение, относиться к нему с уважением, с терпением. Опять же, сама тема воспитания воли архиважна. И важно, чтобы мы как раз именно, может быть, обсуждали разные источники и сравнивали их, что-то взяли из этого источника, что-то взяли из того. И наверняка найдется много людей, которые, может быть, как раз по этой книге и воспитывали свою волю, и воспитывали волю своих детей. Поэтому вот сегодня у нас, в том числе и наше воспитание, тема сегодняшней беседы – это воспитание воли у ребёнка. То есть истина где-то рядом, то есть истина будет у нас рождаться в наших диалогах, в наших мнениях, согласным, несогласным, но будем выражать свои мнения. Да, но вы знаете, дело в том, что вот почему меня ещё, скажем так, что было моим побуждением сделать именно по предложенной книге-передаче, да? Опять же, мы сегодня очень много говорим об объединении и, в принципе, говорим о том, что мы понимаем, что под одной какой-то идеологией всех разных людей нельзя объединить. Всегда люди будут думать по-разному, всегда будут читать разные источники. И нам как раз нужно учиться жить вместе, уважать друг друга и не, скажем так, не отвергать и забывать, сказать, ну всё, да пошёл ты нафиг, да, и мы идём своим путём. Что сегодня, в принципе, у нас и происходит. Учиться слушать друг друга, соглашаясь, не соглашаясь, но, может быть, потом, когда мы научимся слушать, и придёт понимание, то есть согласишься или не согласишься, пойдёшь своим путём. Но слушать нужно уметь, я согласна. Да, хорошо. Ну, вам слово, Илья. Я хочу поговорить сегодня о книге Владимира Ивановича Селиванова «Воспитание воли школьника». Меня заинтересовала эта книга, почему? Потому что мне хотелось узнать, а что такое воля? Плюс ещё в этой книге говорится о том, что её, эту волю, можно и воспитывать. Книга «Воспитание воли» вышла первый раз в 1949 году, а потом она была переиздана, и в 1954 году это второе издание этой книги. И я хочу сказать, что эта книга предназначена для педагогов, для воспитателей и педагогов. Но я так подумала, что раз эта книга для воспитателей, значит, её можно почитать и использовать для себя, чтобы воспитать какие-то у себя качества. И я не ошиблась, потому что в этой книге я для себя нашла очень многого, и моя записная книжка пополнилась цитатами, какими-то выражениями и умными мыслями. И я открыла для себя многое. И, честно говоря, я её перечитывала не один раз. Моя цель была найти вот эти вот вкрапления о воле, те умные слова и мысли, на основании которого можно воспитать волю. Ну, вот что я хотела сказать вначале. Ну, волю, в принципе, наверное, ну, как мне кажется, воля – это и есть самовоспитание, и самопознание, я бы даже так сказала. Ну, просто потому что самовоспитание, оно невозможно без самопознания. Я ещё хочу сказать, добавить, что вот здесь написано «воспитание воли школьника», но я считаю, что волю воспитывать нужно на протяжении всей жизни. То есть это не значит, что вот в школьные годы мы что-то сделали, и это навсегда с нами осталось. И в конце моих слайдов там будут слова Ушинского, которые подтверждают эту мысль, и потом ещё мы вернёмся к этому. Ну, Елена, вот вы знаете, очень важно, что я почему и зацепилась, то, что вы взяли именно вопрос воли. Дело в том, что мы сегодня, когда мы же много говорим об образовании, мы понимаем, что сегодня у нас образование – это механическая передача информации, определённая по математике, по географии, ещё по каким-то предметам. Мы понимаем, что сегодня как таковое воспитание, в принципе, убрано из школы. Опять же, что мы понимаем под воспитанием? У всех разное понятие воспитания. Кто-то говорит, для кого-то это правило поведения в обществе, для кого-то это этикет какой-то, ещё что-то. Но очень мало мы говорим, мы практически вообще не говорим о том, что это в том числе и воспитание воли. А воля – это, собственно, характер человека. И за это я вам, конечно, огромное благодарна, что вы именно на этом сделали акцент. И часто встречается фраза такая «свободная воля», «у нас хотят украсть нашу волю». И вот меня заинтересовалось… Воля изъявления, да? Воля изъявления, человек невольный. И вот мне кажется, истина где-то рядом, поэтому я и обратила внимание на эту книжку. В книге профессор, учёный, физиолог Павлов говорит о том, что волевое усилие – не какой-то сверхъестественный процесс, это естественный процесс физиологии, и основан он на процессах возбуждения и торможения в коре головного мозга. То есть какой вывод можно сделать? Раз это процесс, значит, им можно управлять. А вот я приведу некоторые высказывания нашего современника, профессора Сергея Вячеславовича Савельева. Он тоже занимается головным мозгом и говорит о том, что наш мозг ленив. Он потребляет 9% от энергии всего тела, когда находится в покое. Что значит в покое? То есть либо спит, либо просто лежит на диване и смотрит телевизор. 9% энергии от всего организма. А вот когда человек начинает мыслить, то есть думать, производить какие-то мысли-процессы, то мозг потребляет 25% от энергии всего организма. То есть профессор говорит о том, что мозг наш – это 1,5 часть организма, а энергия потребляет 1,1 часть. Вот это тоже как бы внушает надежду, что мы можем осознанно руководить процессами познания, процессами мысли, то есть понимая вот эти обстоятельства. Ну и также ему задавали вопрос, оправдали ли, что мы используем свой мозг на 10%. И Сергей Вячеславович Савельев говорит о том, что нет, если бы мы использовали на 10% наш мозг, мы бы умерли. Потому что даже ночью, когда мы спим, мозг работает полностью. Он обслуживает дыхание, сердцебиение, внутренние органы. И вопрос весь в том, в энергозатратности нашего мозга. Ещё он говорит, что разум – это абстрактное понятие. А вот гениальность – это понятие физиологическое и зависит от того, какие структуры нашего мозга, от размера и конфигурации структур, то есть их объёма. То есть будет человек писать гениальную музыку или нет, это зависит от размеров структуры мозга. Но это такое отступление. Ну да, тема мозга, я думаю, что тут может кто-то и поспорит, и она такая тоже необъятная. Но тут, скорее всего, всё-таки лучше говорить со специалистами, кто в этом, скажем так, в большинстве. Я цитирую просто его слова. Я считаю, что они тоже у меня были на слуху. А вот переходим непосредственно к книге уже «Воспитание воли». И я хотела бы вначале привести рассказ из этой книги, потому что книга оснащена рассказами из жизни, диалогами преподавателя и ученика. То есть можно, допустим, читая эту книгу взрослым, для ребёнка на примерах показывать, как воспитывается воля. И вот такой пример, что один мальчик постоянно ходил на лыжные прогулки. И вот в какой-то момент он начал кашлять, и мама ему сказала, ты вот и раньше ходил на прогулки, гулял, но сейчас ты ходишь ежедневно в одно и то же время. Может быть, ты сегодня не пойдёшь, потому что ты можешь простудиться. И он сказал, мама, то было раньше, а сейчас то было раньше. Это были просто прогулки, я просто гулял, а сейчас я закаляю свою волю. Вот это тоже такой пример, но может быть детский, но познавательный. Так что же понимается под волей? Что такое воля? Это способность человека преодолеть какие-то препятствия, которые стоят на пути к цели. Ещё в этой книге я поразилась тем, что автор упоминает или говорит о волевом поступке. Вот у нас из нашей речи, мне кажется, ушло такое понятие, как поступок, волевой поступок. Что это такое? Например, человек спасает утопающего. Это волевой поступок. У него есть цель спасти, и он предпринимает какие-то действия, ныряет и спасает человека. Есть сложный волевой поступок, и там между целью и исполнением цели есть планирование, то есть цель. И всё рассказывается в книге. Что это такое? Это борьба мотивов. Планирование – это творческий процесс. И исполнение цели или волевого поступка – это борьба с действительными трудностями. И вот я ещё хотела бы добавить, что когда мы говорим «волевой поступок», он окрашен как-то для общества, то есть имеет такую окраску, что это не просто для себя поступок, а поступок для общества, то есть действия для общества. А когда мы говорим «цель», то вот к этой цели почему-то сейчас как-то прилипло, что моя цель, собственная цель. Ну вот, Елена, почему я говорю, мне не хватило силы воли дочитать Селиванова, вообще прочитать его, именно потому что я со многими вещами не согласна. Потому что, как мне кажется, во-первых, не бывает советской психологии и какой-то другой буржуазной психологии. Человек, он рождается в неполитических каких-то клише. И понимаете, да, конечно же, допустим, люди Запада или там люди Востока или люди с русским менталитетом, да, они в каких-то разных ситуациях действуют по-разному. Но, тем не менее, то есть как бы у них мотив разный, но, тем не менее, это не значит, что у них не воспитывается воля, если человек, допустим, действует… Ведь это же самовоспитание, то есть это прежде всего человек делает для себя. И вообще, понимаете, вот как бы мне кажется, что всё, что делает человек, он прежде всего делает это для себя. Другое дело, что кто-то для себя под себя всё гребёт, да, а кто-то, наоборот, всё время делится, делает это для общества, и он от этого получает удовольствие, но он в итоге-то всё равно это делает для себя. Понимаете? То есть вот потом, мне кажется, здесь всё-таки всё время идёт такое, знаете, героизация, то есть необудничное какое-то… И я думаю, что тут многие, понимаете, то есть вот так же на работу человек ходит, он вот… Ему плохо… Вот учитель на работу ходит, да, ему и платят плохо, его и там прессуют всякими этими проверками. Но он понимает, что он должен учить детей, что он должен их научить. И вот он каждый день воспитывает себе эту волю, чтобы встать, пойти там и работать. И мне кажется, тут, ну, как-то немножко вот… Это не столько я с вами спорю, сколько я высказываю вот это наше… Ну, это размышления, конечно. …к этой книге, да, к этим каким-то таким тезисам. Ну, мы продолжаем. Исполнение цели или поступка может выражаться не только в форме активных действий, но и в форме задержки ненужных. Вот это тоже два рисунка, которые показывают там все это. Ну, то есть это вот задержка ненужных, это то есть вот мы что-то хотим сделать, я правильно понимаю, да, то есть это вот мы что-то хотим сделать, но мы останавливаемся, мы умеем сказать нет, да, или там… Например, идем в магазин и идем только за хлебушком, что называется, а приносим большие сумки, покупая неизвестно что. Вот это способность остановиться, задержки наших желаний. Ну, это не смотреть какие-то передачи по телевизору, ну, не заниматься бесполезным делом. Ведь мы это знаем, мы понимаем все наши… все наши ненужные поступки, мы оцениваем их, вот воля – это задержки вот этих вот ненужных поступков. Большая воля, писал Макаренко, это не только умение чего-то пожелать и добиться, но умение заставить себя отказаться от чего-то. Воля – это не просто желание и удовлетворение, это и желание, и остановка. Вот такие вот слова Макаренко. И дальше я хочу перейти к перечислению качеств, качеств воли, которые перечислены в этой книге, чуть не сказала учебники, перечислены в этой книге и подробно расписаны, то есть по каждому, по каждой характеристике и развернутое описание. Упорство и настойчивость, решительность, мужество. Вот к этому вопросу, к этому понятию мужества мы еще ниже вернемся. Храбрость, выдержка и самообладание, самостоятельность, инициатива. Я вот сюда хочу добавить просто от себя, это не было в книге, меня поразило это слово терпеливость. Вот у нас сейчас уже вошло в привычку, мы говорим терпение, применяем иностранное слово, говорим толерантность, а вот это слово терпеливость у нас немножко забыто, и мне кажется, оно окрашено вот таким добрым, длительным процессом, то есть человек терпеливый. Мне кажется, это слово меня поразило, я прям себе выписала все это. принципиальность, дисциплинированность и целеустремленность. Железная дисциплина может быть только сознательной. Вот эти слова Сталина, мне кажется, тоже очень актуальны и полезны. Я решила включить и прочитать. Ну да, но вы знаете, вот когда вот здесь, я здесь абсолютно согласна, но тут именно речь идет о том, что, вот как мы-то должны понимать, что человек, подразумевается, что человек ответственен за все свои поступки, и в том числе, когда от него требуется дисциплина, это его самоорганизация внутренняя, самодисциплина внутренняя, его ответственность персональная. То есть нельзя, если вот он не хочет, если он виних, ну его не заставишь, ну только что если палками загонишь, но он все равно будет саботировать. То есть тут речь идет о том, что все-таки все эти качества, они идут изнутри. Да, согласна. Организованность и деловитость, тоже качество, как характеристики воли. И деловитость, признаки деловитости – правильное исполнение, то есть правильное исполнение цели. Организованное исполнение, то есть без лишних движений, без повторений, без неправильных движений, и быстрота исполнения. То есть это все в книге описано, очень подробно рассказывается. Мужество и смелость. Вот эти два понятия, два качества воли, они родственны между собой. И их объединяет что? Презрение к страху. Но ведь страх – это, мне кажется, страх – это ведь нормальное, естественное состояние, естественный инстинкт самосохранения. Ведь страх откуда берется? Это инстинкт самосохранения. Презрение к страху и готовность к риску, ну и опасности. Готовность к риску и опасности. Это, наверное, не презрение, но это вот опять же, что такое храбрость? Это преодоление страха, да? Преодоление страха. Но страх, хотите вы того или нет, инстинкт самосохранения в человеке заложен, он все равно боится. Он все равно боится. Другое дело, что он преодолевает этот страх. Преодоление, да. Но и в то же время между мужеством и смелостью есть и различие. Вот в чем это различие? Вот говорят так, что смелый человек может пойти на смертельную опасность, но длительно выдерживать какие-то лишения, связанные с таким мужеством, с бытовым мужеством. Вот он не может. Различие между смелостью и мужеством. длительно выдерживать какие-то нагрузки. Ну тут, конечно. Смелые люди способны пойти на смертельную опасность. Ну это... Мужественный человек не только активен, но и выдержан, вынослив, способен во имя успеха перенести большие нравственные и физические лишения. И сам акт смерти является мощным оружием борьбы и победы человека. Вот иллюстрация взятых фотографий блокадного Ленинграда. А Ленин говорил, что самопожертвование в будничной обстановке во сто раз ценнее, чем пожертвование жизнью. Еще в книге говорится о чувствах воли. И перечисляется это чувство уверенности, чувство готовности и чувство ответственности. Вот о чем это чувство уверенности? О том, что школьник, уходя из школы, должен понимать, что он в состоянии, что он сможет решить эту задачу, что он сможет выполнить задание, которое выдал ему учитель. Вот это чувство уверенности должно внушаться педагогам. И опять же, в книге есть пример, когда учитель вызывает в доске ученика, и если ученик допускал какую-то ошибку, он говорил, не стирай. Вот рядом на доске напиши, как нужно, как правильно. То есть напиши, допустим, без ошибки в правописании, напиши ровно букву. И в примере говорится о том, что иногда ученик и ученики у этого учителя исписывали всю доску. Но уходя из школы домой, они понимали, что они могут справиться с этим заданием. А вот еще пример одного учителя. Он говорил так. Хотеть – это еще не значит мочь. Между ними лень лежит, и ее надо побороть. А потом широкая река, безволие, и ее надо переплыть. Но и это еще не все. Перед каждым человеком вырастает высокая стена, не веря в свои силы. И эту стену надо перелезть. А вот Макаренко, это известный советский педагог, писал о том, что мужество, целеустремленность и воля могут быть воспитаны только в коллективе. То есть дети должны находиться в коллективе, чтобы воспитывать это. И у Макаренко был такой пример. Ну, не пример, а прием. Он проштрафившегося ученика вызывал к себе для беседы в кабинет. И говорил это утром, и говорил, ну, зайдешь ко мне вечером, после рабочего дня. И вот этот ученик весь день переживал перед беседой с Макаренко, а что он сделал не так. Он советовался с друзьями. То есть таким образом Макаренко развивал самокритику и коллективную критику. И когда этот ученик приходил к нему в кабинет, он спрашивал его, ты все понял? Он говорил, да, я все понял. И практически беседа никакой, фактически никакой и не состоялась. Еще в книге говорится о самостоятельной работе. Я помню, у нас в школе тоже, когда задавали домашнюю работу, задавали какие-то параграфы, упражнения, а потом мы писали, самостоятельная работа, нужно было что-то выполнить. И как-то к этой самостоятельной работе мы относились, ну, как к необязательному. Хотя с психологической точки зрения вот самостоятельная работа должна рассматриваться как волевое действие. То есть там прослеживается и постановка целей, и планирование, и исполнение целей. Еще в книге уделяется большое внимание и рассказывается, приводятся примеры о трудовом воспитании школьников и слова одной учительницы, что однажды ребята сказали, что такую норму по прополке схода в моркови они не смогут выполнить, и она не стала их разубеждать, а просто встала рядом на грядку и работала с ними, как говорится, не разгибая спины. То есть своим примером, возможно, вдохновлять ребят на трудовые подвиги. Не просто там командовать. Такие тоже примеры есть в книге. И в этой книге даже приводятся диалоги между учителем и учеником. И в конце разъясняется, кто был прав, и как нужно поступить, и почему нельзя так разговаривать. То есть есть очень умные мысли по этому поводу. Ну, естественно, закаливание воли не может быть без физического воспитания. Мы против изнеженности и слабоволия. Мы стремимся воспитать людей сильных, выносливых, активных в жизни. И поэтому физическая культура должна быть в школе не на словах, а на деле. Еще вот в этой же книге говорится о том, что при воспитании воли и характера необходимо проводить конференции и диспуты. То есть на этих диспутах, конференциях ребята выступают с обсуждением темы воли и характера, высказывают свое мнение. Если они согласны, то почему? Если не согласны, то объясняют почему. То есть таким образом даже просто поставленный вопрос, а как это воспитывать волю, а как это воспитывать характер, уже заставляет задумываться учеников. Вот в этом, к слову говоря, по поводу комментариев под видео. Вот само слово «комментарии» как-то говорят о том, что можно комментировать, извините, как на базаре. А когда говорят, что это диспут, дискуссия, то это говорится о том, что вы выражаетесь, но по теме, по теме поставленном, по теме вопроса. То есть если ты согласен, то напиши почему, а если не согласен, напиши почему не согласен. Вот это мое такое мнение. И еще предлагается в качестве тем для диспутов брать биографии великих людей, полководцев, писателей, ученых, поэтов, художников и, читая биографии великих людей, выискивать, как они достигали своих высот, как они шли к этой цели, какие волевые качества они воспитывали. И в книге даются примеры. Например, пример с Львом Николаевичем Толстым. В 19 лет он завел себе дневник, в который, когда начал развиваться, заниматься развитием своих способностей, он завел дневник. Кстати, в этой книге рекомендуется введение дневников. Для чего? Для того, чтобы контролировать, если ты достиг за сегодняшний день каких-то успехов или не достиг. Так вот, в 19 лет Толстой завел себе дневник, написал правила, правила нравственные, пренебрегать богатством, почестями и общественным мнением, не основанным на рассудке, и правила для укрепления воли, сосредоточить внимание только на один предмет, делать все по возможности самому, исполнять все предписанное и только в случае необходимости предпринимать другие дела, не закончивши оного, думать при всяком деянии о цели оного. Вот такие правила прописывал себе Лев Николаевич Толстой. Еще великий русский педагог Ушинский говорил о том, что воля, как и мускулы, требует постоянных упражнений, то есть занятий, то есть мы должны укреплять всю свою жизнь и волю, и мускулы. Вот здесь я хочу остановиться и сказать, что эта книга необходима не только детям, школьникам для воспитания воли, но и людям среднего и взрослого поколения тоже пригодится. Ну, я думаю, что, понимаете, безвольные люди не смогут воспитать волевого человека. И тут, ну, можно красивые слова писать сколько угодно, но это все равно важно вопрос мотивации, понимаете, вопрос внутренней мотивации человека. Учитель может говорить все, что угодно, родитель может говорить все, что угодно. Если внутренней мотивации нет, понимаете, это не воспитание, это насилие. Вот тут мне очень хотелось бы отметить, что все-таки воспитание, самовоспитание воли это не насилие, потому что, если это идет через насилие, это, в общем-то, человек себя ломает, свою психику. У него это должно быть гармонично происходить, он должен понимать, для чего он должен совершать тот или иной поступок или ограничивать себя в чём-то. То есть он должен понимать, для чего он это делает, почему это ему нужно. Если у него внутреннего этого мотива нет, а задача учителя – помочь найти этот мотив или родителя. Потому что если этого внутреннего мотива нет, а просто идёт заставление, иногда бывает даже и сам человек себе заставляет, вот я обязан, чтобы доказать себе или доказать кому-то, что я могу это сделать. Но при этом тронь не соглашается. Человек может ломать себя, он может тратить на это время, в итоге он бросит это. И все усилия не то, что будут напрасны, а он будет откинут ещё дальше, чем он был на старте. Тут очень важно как раз вот этот внутренний момент того, как человек себя настраивает и почему он это делает. Мы продолжим. У Шицкого были тоже свои следующие правила. Спокойствие совершенное, прямота в словах и поступках, обдуманность действий, решительность, не говорить о себе без нужды ни одного слова, не проводить времени бессознательно, делать то, что хочешь, а не то, что случится. Красивое такое выражение. Тратить, как здесь написано, и сдерживаться только на необходимое. Каждый вечер добросовестно давать себе отчёт в поступках, ни разу не хвастаясь ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. И никому не показывать этот дневник. Вот такие правила. Ещё в книге я нашла такую фразу. Конкретные примеры и образы должны быть использованы для того, чтобы ученик мог ясно отличить настойчивость от упрямства, решительность от опрометчивости, храбрость от лихачества, деловитость от делячества. И после этой фразы у меня встал вопрос. Кто герой нашего времени? С кого делать жизнь? И я пока не нашла себе ответ, где искать героя нашего времени и кто он, герой нашего времени. Мне кажется, это тема для дискуссии, тема для, так сказать, комментариев под видео. Воспитание имеет целью сделать человека самостоятельным существом, то есть существом со свободной волей. Гегель. И вот в конце моей презентации нашего разговора я хочу закончить строками из стихотворения Киплинка. «Умей принудить сердце, нервы, тело, тебе служить, когда в твоей груди уже давно всё пусто, всё сгорело, и только воля говорит, иди». «Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег, тогда весь мир ты примешь во владение, тогда, мой сын, ты будешь человек». Вот, наверное, на этом я хотела бы закончить разговор. Но ещё вот я говорила, что из этой книги я к себе в блокнот очень много всего выписала, и мне хочется процитировать слова Ушинского. «Расширять свои знания можно только тогда, когда смотришь прямо в глаза своему незнанию». Да. Вот эта фраза как бы остаётся со мной. Елена, спасибо вам огромное за предложенную тему. Тут, в общем-то, я думаю, что обсуждать есть что и много чего. К вопросу, допустим, о свободе, я для себя уже давно определила, что свобода равно ответственность. То есть свободный человек – это не тот, у которого, что законы нет, и делай, что хочу, да, и которого всё время кто-то ограничивает. Свободный человек, он не нуждается в законах и ограничениях, он сам способен себя ограничивать. Вот в этом свобода и заключается, что ты сам понимаешь, что этого делать нельзя, что ты сам понимаешь, что этого говорить нельзя. То есть ты сам себе внутренний раб. То есть вот к вопросу о цензуре, да, вопрос цензуры – это вопрос самоцензуры. Если у всех будет самоцензура, то и цензура не нужна. То есть это, опять же, вопрос ценностей, да. Вопрос внутреннего стержня. Внутренний стержень, вокруг которого есть все нравственные понятия. Они сами формируются. Не надо их специально воспитывать. У многих они уже есть. Да, то есть, но это к вопросу, опять же, что хорошо, что плохо. Сегодня тоже размываются эти понятия. Сегодня размываются понятия, кто есть мужчина, кто есть женщина, да. Понимаете? А уже что хорошо, что плохо – это, в принципе, уже такой вопрос риторический в большей степени. И отсюда, мне кажется, так много и законов лепится, которые не знаешь, как применять и не знаешь, как трактовать. Потому что именно мы сегодня, общество в целом, перестали быть самостоятельными, перестали вот как-то быть волевыми людьми. Почему нам все время закон-то нужен, чтобы мы чего-то не делали? Почему нам все время острастка нужна в виде штрафа? Чтобы… Вот я помню, как приучали водителей, чтобы они останавливались перед пешеходным переходом. Это большой штраф. Вот только это их останавливает. То есть у человека вот к вопросу о страхе, да? Вопрос… Раз потерять деньги, да. Вопрос, какой страх и в какой ситуации страх, да? То есть какой страх нужно… То есть вот у них нет страха. У них нет страха, что они собьют ребенка. Они несутся, как угорелые. Вот. Елена, я думаю так. Вот сегодняшний наш с вами разговор можно будет назвать «Разговор двух дилетантов». Согласна. Мы так себя и обозначим, что вот мы сами не специалисты, да? Мы не психологи, мы не ученые, да? То есть, но мы вот… Как бы мы же с вами не сговаривались. Давайте нашим зрителям скажем, что мы не сговаривались, да? То есть у меня эта тема вот бродила в голове, и вы вот написали. И я посчитала важным, чтобы эта тема просто прозвучала, закинут тюдочки. Мы сейчас к зрителям обращаемся с просьбой. Может быть, вы где-то читаете, читали какие-то другие источники, сами думали на эту тему, да? У кого-то слышали. Напишите, подскажите, потому что, как нам кажется с Еленой, очень важно эту тему сейчас развивать. Тут вот мы сейчас только что говорили, да? Находим тематику. Вот она каждый день идет, она, собственно, воспитывает волю. Вот каждый день, когда она устает, и работа, и дом, и дети, и они не просят ничего. То есть вот когда мы говорим о воле, очень часто как бы приводятся такие героические подвиги какие-то, да? Вот, ну, не то, что мы не совершаем каждый день, а ведь, в общем-то, каждый день человек совершает волевые поступки или не совершает. Вот как тут тоже, что считать волей, опять же, мотивом, да? Бывает мотив безысходность. Человеку просто деваться некуда. И вот сегодня, опять же, вот мы сегодня говорим о том, вот, Елена, как вы сказали фраза, вы услышали? Видео на… Я вчера посмотрела видео на День ТВ, там заголовок видео был такой. «Свободу воли отменили вопрос». Даже это не название в виде вопроса. «Свободу воли отменили вопрос». То есть люди, не только мы, как дилетанты, ищем ответы на вопрос, а что такое воля, а что такое свобода, но и другие люди пытаются понять и рассуждать об этом. Да, но тут вопрос в том, что подразумевается под этими понятиями под свободой воли. Понимаете, вот у нас сегодня говорят, вот выборы – это наше волеизъявление. А какое это волеизъявление, когда, извините, люди, даже те, кто идёт, даже те, кто идёт на выборы, они, как правило, выбирают из двух зол меньше. Мы же не выбираем лучшего, мы выбираем из двух зол меньшего. Давайте вот это признаем. Опять же, а какая свобода выбора? Мы выбираем из того, что нам представлено. При этом мы зачастую не знаем этого человека. Мы о человеке знаем то, что нам расскажут в СМИ или интернет. Мы лично этого человека не знаем. Ну и о каком волеизъявлении может быть идти речь. Это стандартная подмена понятия. Нет никакого волеизъявления. Нет никакой воли у человека здесь. Это ритуал. Да, вопросов много, и все они такие очень глубокие, в которых нужно разбираться. И если мы хотим ситуацию менять, это как раз тоже связано с волевым нашим решением. Значит, давайте менять, а не просто возмущаться. Самое главное, что я считаю, что мы поставили этот вопрос, мы говорим о воле, мы рассуждаем о ней. И я надеюсь, что и наши зрители тоже после окончания видео останутся с этой мыслью, и будут жить с ней, и думать об этом, и, может быть, разговаривать об этом со своими детьми, с людьми, которые просто знакомы, с коллегами, с кем-то на улице. То есть эта мысль должна быть в народе. То есть она должна быть в политике. Да, это тема, давайте обсуждаться. Давайте вот не концлагеря, давайте обсуждать, какие мы, как нам стать волевыми людьми. Вот у нас примеры есть. Примеры наши же собственные отцы, деды, которые выиграли Великую Отечественную войну. Вот скоро 9 мая, опять бессмертный полк. Вот примеры перед глазами. Они у вас у каждого в руках. Светлана, я даже больше скажу. Когда я готовилась и читала рассуждения и мысли о мужестве, у меня перед глазами вставали мои родственники, которые сейчас живут, и дай бог им здоровья. То есть они мужественные люди сейчас. И я понимаю, что это мужество, что это длительное... Когда они длительно выносят какие-то невзгоды и терпят это. То есть у меня перед глазами и смелый встает, и мужественный. Вот в нашей жизни. Только я не могу сейчас это озвучить, потому что это мои родственники, и это будет не очень корректно. Но это люди есть. Да, это касается практически каждого. И, кстати, сказать, вот в той же книге Селиванова, которую я не осилила, но там есть мысли здравые, которые я поддерживаю абсолютно. Там одна мысль очень важная о тружениках тыла, когда он говорит о Великой Отечественной. Мы часто героями называем тех, и они, естественно, герои, кто сражаются на фронте, и они лицом к лицу с врагом. А вот сложнее-то и важнее волевой подвиг именно тех, кто в тылу работал, тех, кто про Гагарина рассказывали, как они сами пукли с голода, а им выдали мешок хлеба, они растили пшеницу. То есть вот где воля, вот блокадный Ленинград, когда они замерзали, когда они голодали, и они все равно, и Кировец работал, и концерт они устроили фашистам в блокадном Ленинграде. То есть это же вот проявление, это, наверное, мы сегодня видим высочайшие проявления именно воли человека и примеры, каким может быть великим самый простой человек, самый маленький, как мы привыкли. Помните у Рождественского? Человек маленький, да? Дали ему в Шинель маленькую, а потом он совершил такой подвиг, что гранита не хватило. Ну, я хочу сказать, если уж в наше время обращаться, то вот сейчас для того, чтобы поступить в институт, это как цель, допустим, школьника поступить в институт, предпринимаются усилия родителей, покупаются репетиторы. То есть а что, если проявить волю и самому? А тут вопрос мотивации, потому что, когда мы говорим о воле, это мы всё-таки говорим о самовоспитании, и о самовоспитании невозможно без самопознания. И здесь как раз, понимаете, а не ложная ли эта цель? Потому что если человек хочет быть журналистом, инженером, ещё кем-то, врачом, его и заставлять не надо. Он будет читать, он будет учиться. А если это не его цель, а цель его родителей, то тут и идёт ломка человека. Это вот идёт как раз не воспитание воли, а насилие над человеком. Вот как мне кажется, здесь тоже важно ещё вот этот различать. Потому что мы сами создаём эти трудности, но это тоже, мне кажется, не очень правильно. Цель полагания, да, цели. Какие они у нас есть. Хорошо, спасибо, Евен. Спасибо. Да, всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!